здравствуйте дорогие ребята сегодня мы с вами продолжим говорить о задании 23 и выполним практическую ее часть но для начала проверим как вы умеете ставить ударение в словах поставьте ударение проверим банты досуг еретик километр торты мусоропровод каталог запомните как ставится ударение в данных словах и так задание 23 о чем нам нужно помнить чтобы правильно выполнить это задание нужно помнить типы речи повествование описание рассуждений и уметь их различать и нужно понимать какие логические связи бывают между предложениями а задание звучит следующим образом какие из перечисленных утверждений являются верными или ошибочными пожалуйста не запутайтесь когда вы увидите перед собой задание какие из перечисленных утверждений являются верными первое в предложении 4 представлено повествование начнем он вернулся к себе в окоп проверил автомат повесил на пояс три диска приготовил пять гранат две простые и три противотанковые положил их в сумку потом огляделся и подумав взял припасенную в солдатском мешке медную проволочку и спрятал ее в карман какой-то тип речи будет ли это повествование действительно утверждение верное потому что мы видим что одно действие происходит за другим что герой сделал сначала он вернулся потом он проверил автомат дальше он повесил на пояс три диска затем он положил их в сумку огляделся посмотрите сколько действий производит этот герой конечно же это повествование в предложении 6 представлено рассуждение после утреннего дождя земля еще не просохла и на тропинке на тропке были хорошо видны уходившие в лес следы здесь есть ребята какое-то рассуждение размышления примеры выводы нет здесь этого ничего нет здесь есть совершенно просто новая информация этот ответ неверный он нам не подходит в предложениях 20 21 содержится повествование шкаленко посидел примерно с полчаса скинул автомат и уже не добавляя гранат снова пошел в ту сторону что и утром теперь он взял правее деревни и ближе к реке прячась отросших по обочинам дороги кустах конечно же это повествование потому что опять действий несколько и они проходят происходят одно за другим ответ верный предложение 37 40 содержит описание мы могилу себе рыли сказал сатаров нас двое автоматчиков стерегли они как услышали взрыв убежали ты значит один один повторил шкаленко и посмотрел на минометы скорее минометы берите сейчас к своим пойдем если здесь описание много прилагательных существительных нет это разговор двух героев никакого описания здесь нет предложение 42 поясняет то о чем говорится в предложении 41 посмотрим на логические связи действительно ли это так он зашел сзади вырученных им из плена и видел окровавленные тела раненых и горькое выражение появилась на его лице через полтора часа они шли до батальона ребята есть пояснение нет здесь каждом новом предложении новая информация никакого пояснения нет вот этой логической цепочки пояснения здесь не прослеживается дальше какие из перечисленных утверждений являются ошибочными будем искать ошибку в предложениях 1 и 3 представлена рассуждение проверяем счастливая счастливая невозвратимая пора детства как не любить не лелеять воспоминания о ней воспоминания эти освежают возвышают мою душу и служит для меня источником лучших наслаждений ребята это рассуждение да это рассуждение автор размышляет вспоминает но этот ответ нам не подходит потому что мы с вами ищем ошибочное утверждение предложение 8 содержит элементы описание обратите внимание на слово элементы отуманенной дремотой глазами я пристально смотрю на ее лицо и вдруг она сделалась вся маленькая маленькая лицо ее не больше пуговки здесь действительно есть элемент описания заметили где ребята конечно в конце предложения вся маленькая маленькая и из лицо не больше пуговки это описание но этот ответ снова нам не подходит потому что она верны они ошибочные в предложениях 12 14 представлена повествование но я пошевелился и очарование разрушилась я суживаю глаза поворачиваюсь всячески стараясь возобновить его но напрасно я встаю с ногами забираясь и уютно укладываюсь на кресло это повествование ребята подумайте что герой сделал пошевелился потом он сузил глаза потом он повернулся потом он встал это действительно повествование основа этот ответ нам не подходит потому что мы ищем с вами напоминаю ошибочное утверждение в предложении 25 называет причину того о чем говорится в предложении 24 в комнате тихо полутемно мамаша сидит подле самого меня я слышу ее голос все это заставляет меня вскочить обвить ее руками ее шею прижать голову к ее груди если здесь причина если слова подсказки потому что от того что потому нет значит мы все-таки ошибку нашли и ставим себе галочку это ошибочное утверждение следующее в предложениях 32 и 33 представлено повествование вернуться ли когда-нибудь до свежесть беззаботность потребность любви и сила веры которыми обладаешь детства какое время может быть лучше того когда две лучшие добродетели невинная веселость и беспредельная потребность любви были единственными пробуждениями в жизни это повествование посмотрите внимательно здесь есть события которые совершаются одно за другим нет автор размышляет рассуждает значит это тоже утверждение ошибочное и мы с вами нашли два правильных ответа продолжим дальше какие из перечисленных утверждений являются верными предложение 7 содержит предложение 7 содержит повествование десяток рук протянули ему пилы он выбрал топору ближайшего прикинул на вес одобрительно на пробу тронул ногтем лезвие прозвеневшие как струна и и притопал снежок где мешал прислушался к верховому шелесту лес и неторопливо как на эшафоте с маковки до пяты оглядел свою жертву конечно же это повествование потому что есть события которые происходят и действия которые происходят одно за другим предложение 8 представлена описание она была неслыханно хороша сейчас как старая мать облога в своей древней красе прямая как луч и без единого изъяна снег как розовый сон покоился на ее отяжелевших ветвях помогает нам увидеть здесь описание сравнение обратите внимание как луч как розовый сон описывается старая мать облога да это верное утверждение в предложение 18 содержится рассуждение проверим ребята так ли это непонятно по прошествии стольких лет откуда у тихого крестьянского отрока взялась такая ярость но следует допустить одно для понимания всего дальнейшего призвание с молоду ведет человека по искусно подобранным зрелищем бытия чтобы воспитывать в нем сноровку и волю на осуществление его исторических целей действительно это рассуждение потому что автор этих строк размышляет на эту тему на такую достаточно философскую тему значит нам подходит этот ответ предложение 21 22 предложение 21 22 противопоставлены по содержанию произошло замешательство скверная брань вспыхнула подоспевших помощник кнышева титка псом бросился на обидчика опустившегося к лесу по снежной целине если здесь противопоставление какое-то противоречие нет мы его здесь не видим совершенно информация не противоречивая значит это неверный неверное утверждение в предложение 25 представлено рассуждение мальчик сходу взбежал до развалины и сидел там как в седле обнажив зубы страшный в своем не детском озлоблении а титка похаживал внизу длинным языком лизал снег с ладошки перстом грозился пока во всем снаряжение не подоспел сам кнышев что же в этом тексте есть ли какое-то размышление рассуждение какие-то вопросы нет мы их здесь не видим это скорее будет ребята повествование потому что мальчик сначала взбежал потом он обнажил зубы ну улыбнулся значит да дальше что произошло он прохаживал титка прохаживал внизу потом он лизал снег то есть идет какая-то очередность и это если мы вспомним прием фотографии несколько фотографий таким образом это тоже неверное утверждение ребята когда вы выполняете задание 23 помните что нужно внимательно прочитать задание и видеть что же от вас требуется выявить верные утверждения или ошибочные и помните что слово содержится обозначает элементы часть в предложении а представлена целиком и полностью читайте предложение внимательно я желаю вам успехов всего доброго а 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